В прокуратуре говорили, что они обращались в различные инстанции. Вот только результата никакого. Люди, которые на протяжении нескольких десятилетий занимались животноводством, несколько лет назад узнали, что у пастбища имеются владельцы. Для чабанов, которые всю жизнь пасли скот на этих землях, такое заявление стало громом среди ясного неба. Мы ведь живем за счет скота. Молодежь вся в городе непонятно чем занимается, а мы внуков растим. И что делать? Что-нибудь сажать не можем. Воды поливной нет. И как теперь будем жить? Практически все население села занимается животноводством. Пастбищные земли площадью 6 тысяч гектаров сельчане когда-то получили долгосрочную аренду на 49 лет. 97 семей здесь пасут свой скот. Сегодня Майблак ценит то, что увеличит поголовье скота. Не могут его просто вывезти пастись. Люди говорят, всю землю район Найкимат раздал непонятно кому. Эта земля нам выдавалась в аренду. А теперь не только пастбища, но и земли, на которых стоят наши дома, отдали кому-то. Чиновники в курсе проблем сельчан. Эта история, говорят, началась не вчера и не сегодня. Прошло уже несколько судов. Причем суд первой инстанции постановил вернуть землю людям. Но областной суд постановление Сарагашского районного суда отменил. И решил в пользу второй стороны. Ну а юрист управления земельных отношений говорит, всему виной компания по легализации. Тогда земля выдавалась не на основе земельного кодекса, а закона о земле. А с 2007 года эти земли внесены в электронную карту. Тогда-то они и были переданы по решению Акимата Сарагашского района другому кооперативу. Тогда половина земельного акта была утеряна, и мы через СМИ оповещали всех, имеющих отношение к этой земле, о необходимости прийти и привести в порядок документы. Но никто так и не пришел. Жители, которые боятся потерять свою землю, говорят, ни о каком оповещении не слышали. Более того, новоявленные владельцы не заявляли своих прав на землю до сегодня. А половину от 6 тысяч гектаров чиновники продали обманным путем, говорят люди. Глава государства обещал провести судебную реформу. А это что за суд? Выносит такое решение. Я сразу предупреждаю, если Верховный суд постановит отнять у нас землю, пусть сразу нас всех убьют, потому что просто так свою землю мы не отдадим. Сейчас жители Майбулака содержат около 150 голов крупного рогатого скота, 5000 мелкого рогатого скота. А люди, которые так и не нашли правды ни у местных чиновников, ни в Нуратане, обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру.